отовариваемся на рынке берем помидорчики на закатку наш вечерний рынок озерка он не только вечерний он и утренний и даже ночной вот это то что то что вечером продает в нашем центре моцсити поставили прикольный автоматик печать фото из инстаграма что-то вводишь свои какие-то параметры координаты и распечатываешь свои квадратные футки вот так раньше такого не бывало а раньше вообще ничего не бывало а кстати да это хорошо забытая старая это были такие полароиды которые сразу распечатывали фотографии тоже квадратные вот инстаграм получается это уже не новинка можно свой инстаграм вести 20 гривен две фотки да по 10 гривен фотка такие как на поляроид точно когда-то у меня был поляроид так сходили на базар чем и приперли сливки сливки уже отходит так что еще это простые сливки то есть сливы нормальные человеческие такие правда сливенькие что как-то нет таких фруктов таких спелых спелых сладких сладких как раньше были ну раньше когда когда это было ну не знаю еще в начале двухтысячных это было так это почем сливы вообще по 20 гривен так это дынька дыньки почем не помнишь арбузик так первый в этом году арбуз а это чудо наград виноград почем тоже 20 гривен наград сладкий ты кстати пробовал два стража порядка так что мы еще купили картошку а картошка по 3 гривны такая мелкая короче она похожа а картошка 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 дай ему поесть рыжая рыжуля мурт мурт пеню стаканчик такой припер домой специально на память евро 2016 уэфа франция буду вспоминать 2015 год потому что купил стаканчик на котором написано 2016 год такие сложные ассоциации ой что я хочу сказать конечно макдональдс озверил немножко так 2-3 раза поднял цену брать в нем сейчас конечно большого смысла нет если у самих не поднялась зарплата она не поднялась у нас в Украине практически не поднялась вот и поэтому эту вредную еду сейчас брать еще меньше смысла чем раньше и раньше то ее не стоило есть а сейчас так тем более ай чуть не упал короче завязывать надо с макдональдсом завязывать кто еще не завязал завязывайте я практически завязал честно вот до сих пор лежат наши картины на серванте они лежали там в этой художественной мастерской неделю потом мы их забрали у нас теперь лежат пол недели и до сих пор еще не высохла краска что-то как-то даже странно вот там особенно Насиной а там на моей уже подсохло ну-ка что там о кто не видел еще о произведение искусство подсохнет заключим в рамочки и будет у нас галерея собственных произведений Микеланджело как там нас будут звать как черепашек ниндзя катоша ты где катош куша вот это вот ужин все вот этим заканчивается сегодняшний вечер уже нажрались уже можно виноградико со сливами все все это все вот да это кстати висит картина моего троюродного брата Леньки который нарисовал ее когда ему было лет десять наверно десять лет вот он изобразил с натуры что-то такое дуб или другое что-то в общем прикольно я и сейчас так не нарисую талант он сейчас очень классно рисует и стихи пишет победитель победитель там конкурса какого-то европейского стихотворного в общем он крутой а мы так погулять вышли вот это я рисовал картины тоненькой кисточкой акварельной краской вообще сейчас такое ощущение что я их рисовал там не знаю каким-то фломастером или что но это кисти кстати да черным фломастером тоненьким это какие-то какие-то вольные фантазии на тему муми тролли муми семья муми папа муми мама муми сын это муми мама на кухне малыши мои не готовы еще погуляйте rolly а я думала это я а это ты в будущем а это мы это такие в прошлом мы муми дети от разных семей м the г но так думаю мы продолжим тему да, стоит мы стена еще вверх вниз место есть высокая стена-плача не надо радости стена смеха у нас нет стены плача У меня нет стены плача, у нас стены радости тоже. Хотя есть, вон у нас Иерусалим, на той стене. Там и стена плача есть слева. Короче, не знаю. Такие больше рисовать не хочется. Хочется что-то такое экспрессивного, краской, что-то такое. Пожалуйста. Бабочек наваял. Что-то вот такое хочется. О, сколько красок. Развернись, душа. Вот такого. Мы будем все ждать твоих новых работ. Пообещай, поклянись всем. Очень хотелось рисовать, но так иногда для разнообразия. Ты в детстве много рисовал, но ручкой. Я ручкой очень любил рисовать. Я, наверное, все детство. И в школе каждый раз переверну тетрадку. И сзади положу листик и начинаю молевать. У тебя хорошо правда получилось. Учитель там ходит, я так раз. И так, мне заказывали какие-то рисунки. Я нарисую, передаю или показываю. Все веселятся. Наделут на такую ручку с указкой. Была такая телескопическая указка. И на нее сверху наделут мой рисунок. И размахивают флаги. Ну, видишь, какой ты был популярный. Да. Востребованный. Короче, мои молюнки котировались. Ну, сейчас такое. На любительном, очень любительском уровне. Ой, не прибедняйся. Я думаю. Сегодня смотрели мои коллеги и были в восторге, между прочим. От других бабочек. Мы, чтобы твои коллеги были художниками, они не были в таком восторге. Они были в таком восторге. И от восторга. Неправда. Я не скажу, что я художник, но можно сказать, что я... А ты брал уроки рисования у профессионального художника. Несколько уроков. Несколько уроков. Да. Я и у одного художника, и у другого художницы. Скажи, у какого Козулина ты брал известного художника украинского? Ну, я практически у него ничего не знал. Он мне дал задание рисовать коробок на краю стола. И я этот коробок изображал... Я не знаю, сколько. Я, наверное, извел листов 30. Кстати, он говорил, что можно было и гораздо больше. И 300 листов извести на это дело. Ну, и листов 30. И у меня так и не получилось нормально нарисовать. Какой-то спичечный коробок на краю стола. Оказывается, это очень сложно. Если не знать все эти геометрические основы. Потому что начинать надо с основ. Вот это... Я не буду вдаваться в теорию. Все непросто. Говорят, все гениально и просто, но на самом деле знаменитые художники картины годами рисовали. Это же правда. Накладывали одну краску на другую. Это подсыхало. И размеры, и масштабы. Это все. А и были художники, которые рисовали картины за час-два. Ну, по-разному. Разные картины есть. Дело не в этом. Дело в том, что талант плюс трудолюбие порождают произведения, искусство и вообще всякие классные штуки. Вот так вот. Не поспоришь. С вами Алексей Сергеевич. Со мной вообще бредно спорить. Все. С вами был Игорь Негода.